всем здравствуйте еще раз хочу рассказать про тестирование то чего я экспериментировал с этим делом вообще как у нас происходит тестирование в начале когда нет автоматизировано мы берем настраиваем что-то обкладываемся телефонами звоним с одного телефона на другой телефон переводим и вот так вот тестируем что не очень удобно и какие у нас связи с этим сложности появляются во-первых много телефонов что доступны что софтверных это реально неудобно сложно повторять одну и ту же последовательность действий чтобы добиться нужного результата или при проверке системы процесс тестирования сложно задокументировать что было если так попробовал что у нас получилось успешно не успешно и реально большой список вопросов или задач которые нужно протестировать чтобы убедиться что все работает хотя вроде бы элементарно по идее должно работать а потом заказника может выясниться что там нет не работает если так то и так то позвонить понятно что нужно посадить роботов вместо человека осталось выбрать что будет у нас роботами я придумал решил посмотрел что вариант один из роботов это астериск консольный клиент который компилируется когда мы пиджи project до пиджи project устанавливаем там сразу же компилируется клиент который у нас сразу есть и утилита cpp которая хорошо проходит для нагрузочного тестирования вкратце что нам дает астериск у нас есть во первых он нам хорошо известен раз мы собрались или наоборот может нам лучше станет известен если мы будем применять тестирование контроль за процессом вызова во время звонка да мы можем интерактивно менять поведение астериска логировать вызовы обращаться к внешним сервисом во время прохождения звонка и и есть особенность то что сириск все равно не все возможности телефонного аппарата может процент промоделировать здесь на помощь приступает процент и джессе и клиент который вообще выполняет все функции обычного телефона и им можно управлять командами из скрипта у него нету возможности в реальном времени точнее в интерактивно изменять поведение то есть какие-то другие функции и нет возможности полноценно логировать но звездочками помечено это говорит о том что это джессе клиент консольный так не может но у них еще есть библиотека которую можно обернуть питоном и там конечно уже получить гораздо больше возможностей активно используется при нагрузочном тестировании ну и так если чуть похардкорить надо с пакетами туда можно тоже использовать сиппп клиент какова схемы тестирования у нас есть тестируемая отрезка может это быть астериск может быть и любая другая си птс хоть виртуального оператора мы свой астериск настраиваем как с помощью которого тестируем и подключаем и как сипп клиенты и как сипт ранки либо можем через внешнего права до разводить плюс подключаем консольный телефон есть управляющие скрипт тестом которые запускают подгружаю диапан этого теста запускают регионе там вызов и тест проходит по результатам тестирования получаем лог файл прошел не прошел тест структура тестов как у бэм методологии все по папочкам надо разложен разложить так и я решил что вот можно папочка с тестами каждый тест занимает свою папочку есть папка с конфигурациями в которой прописаны диал планы для тестирования конфигурации сип клиентов как которую мы будем отец к подключаться прямо к серверу как клиенты как транки и стартовый скрип для этого теста что в какой последовательности запустить и инициализировать сообщить в какой папке у нас лежит чтобы куда положить логи чтобы сгенерировать конфигурационные файлы для сип клиентов то есть сип конв и и и я тоже использую скрипт который на основе шаблонов может из csv файла сгенерировать хоть для pg свей конфигурации для клиента хоть для тип чем у а хоть можно и для подъезти по поскольку шаблон поменял он там нужное количество файликов сгенерирует и потом это может погрузиться в отрезку и предлагаю рассмотреть на простом примере на вид примерах как вообще проходит тестирование пример групповой звонок когда на внешний номер поступает вызов внешний номер у меня короткий получился 2001 и должны зазвонить все четыре телефона которые подключены не все вот четыре телефона должны зазвонить а другие просто не там бразил вот тут показаны диал планы слева диал план это тестируемые т.с. это специального писать не надо можно использовать именно те диал планы которые у нас уже есть наши сконкурированные т.с. и специально для этого мы прописываем диал план вот тот который мы подгружаем в пиру в тестовом мастериске верху у меня показаны переменные глобальные переменные которых я прописываю имя теста перетестовую переменную где указал какие телефоны на какие телефон должен поступить вызов и trunk в качестве транка сейчас здесь в этом тесте использую один из клиентских телефонов на самом деле можно там и внешний номер использовать или сделать настройку транком это не принципиально в контексте тест есть два плеча разговор который оригинейтом я делаю это тест один первое плечо и второе плечо это т.с. 2 в тест 1 сначала поступает звонок там прописывается контекст для хангапа чтобы потом подытожить результаты теста делаю answer и жду 30 секунд это гарантированно хватит для того чтобы пойти весь тест во втором плече идет набор на внешний транк и вызов поступает в тестируемую отрезку в данном случае здесь видно что вызов должен пойти на 4 телефона вызов возвращается на отрезку тестер и там падает контекст с экстеншеном 20x и там видно что я вывожу в консоли состояние переменной тест вар и функции лист фильтр из глобальной переменной удаляю телефон с именем контекста и как только позвонили 4 телефона это переменная становится пустая через какой-то интервал один из телефонов который первый получил инвайт на него отвечает сразу же делает хангап и плечо которая на себя вызов инициировала тоже делает хангап и срабатывает контекст хангапом где я сравниваю тестовую переменную с пустой строкой если тест прошел успешно то пишу тест прошел неуспешно тест завалился и складываю в папочку переменную пас тест которая тоже глобальная которая была инициализирована скриптом запуска тестом и еще вариант еще один пример а вера это тест авиара нас клиент звонит на номер другой 902 набирает оба выслушает приглашение там нажмите там то-то если нажмете один позвоните попадете в нужный отдел и должны зазвонить нечетный телефон 2001 2002 если нажмет один вот как может выглядеть диал план это слева диал план на тестируемый тест там видно что при звонке на 900 на 9002 вызов переходят в авиар там проигрывается сообщение если клиент вовремя нажал один или два то вызовы соответственно пойдут либо на четный либо нечетные номера на тестере на нашем в первом плече также инициализируется контекст для хэнгапа делается ансфер дожидаемся пока из второго плеча вызов дойдет в нашу тестовую тску тестируемые тску посылаем туда нужное значение нужную кнопочку которую мы должны выбрать и дальше как в предыдущем примере в контексте тестовом в extension 20x проверяем какие телефоны были вызваны методом удаления переменной из тест вар вот у нас перемены должны зазвонить телефон 2001 2003 если мы нажмем допустим 2 кто-нибудь видит почему тест не сработает почему завалится что 202 да все верно то есть надо было подправлять дтмф единичку и тогда бы тест прошел а в данном случае поскольку выбрана другой меня тест завалится здесь я это специально сделал а потом какая ну это тоже можно сделать но там дтмф надо надо набрать и предыдущий дтмф не сработает и там никуда вызовы не пойдут а ну где надо на другой номер ну понятно что можно и проверять это здесь я специально сделал в простом чтобы проще рассказать потому что если бы еще одну проверочку сделать то у меня это бы и так не не влезла бы но самая главная идея в том что проверки легко можно делать при каждом попадании да и в хэнгапе уже реализовать что именно и что с чем должно совпасть можно завести еще одну переменную то есть реализовать алгоритм это не сложно и еще один примерчик хочу показать это как раз одна из один из моментов тестирования потому что в истериск всяких трансферов может быть вообще очень много средствами от с средствами телефона средствами и этот этот может быть с ответом без ответа и вариантов много а протестировать вручную это все нереально здесь еще в заодно тестируется общицы сэнд пит например у нас телефон звонит на 9003 вызов сначала попадает с колером айди 1 2 3 4 5 6 на номер 209 209 поднимая трубку звонит по второй линии 2001 переговаривает с ним и решает передать вызов и кладет 2001 в свою очередь сначала получает колер айди 2009 когда он соединяется с внешним абонентом он получает его колер айди 123456 это нужно проверить в диал плане это выглядит примерно не примерно то есть так что а вот еще забыл сказать поскольку астериск у нас не умеет делать а тенден трансфер средствами телефона представить как будто он телефон то функцию 2009 абоненты вы выполняет как раз сип клиент джейс с юей консольный клиент так что такое а можно покрупнее сделать а то слайды еще помельче можно сейчас вообще пропала ждем ждем давайте сейчас маленько они тут вот слева сверху это у нас контекст точнее диал план тестируемый а т.с. кусочек диал плана слева снизу это команда которые продаются на стандартный вход джейс и клиента как только инициализированы оригинейтом вызов пришел на 9000 3 номер вызов идет на сип клиента он 5 секунд ждет слип 5000 через 5 секунд отвечает кодом 200 потом еще секунду ждет и м 201 набирает номер уже на отрезке там две секунды разговаривает и потом x0 соединяет с нулевой линией а потом делают хэнгап себе и выходит из клиента здесь в контексте тестовые отрезки нашего тестера мы в консоль можем вывести два колера иди и увидеть что они поменялись и сравнить уже в пихо нгапе заказаны нашу колера иди с тем который у нас получился и вывести лог результат теста после запуска общего скрипта выглядит что первые последние прошли второй тест завалился поскольку мы чего-то там неправильно сделали в данном случае запланировано что нам дает тестирование с одной стороны всем понятно но еще раз проговоримся да то что возможно проверить конфигурацию очень удобно когда ты что-то новое делаешь в астеристке программирую что-то настроил тестовую конфигурации только те достаточно скриптик запускать у тебя вызов прошел и смотришь на например а либо в концу к тыс к что в астеристка что все вызовы идут либо еще с гриб клиент приложение запускаешь и видишь как у тебя вызовы туда сюда ходят все можно посмотреть потом тебе отчетик пишется это у меня после того как тестами поплотнее занялся в такая ностальгия сработала когда автоматизировался процесс стирки я первый раз смотрел как стиральная машина стирает я прям весь процесс посмотрел было интересно вот так и здесь на тестирование смотришь как было все само работает с пользователями тоже решать если какая-то нестандартная проблема ты у себя в тестах я повторю зафиксировал и потом можешь отлаживать и но опять-таки удобно документировать у тебя один раз тест написал у тебя папочка со скриптами с поведением хорошо читаем и лежит и ждет свою часто чтобы либо проверить измененную конфигурацию либо на другом проекте проверить полезной работы и при нас а делал ты всего лишь помогал себе ускорял процесс настройки но опять-таки эти тестовые скрипты можно где-то мониторинга использовать как у тебя все работает я все свои тестовые скрипты подготовлю выложу свой телеграм-канальчик кто хочет подписывайтесь также что-то мне быстро получилось рассказать скажу еще что вдохновился этим когда смотрел если тестирование вообще в истериске где как в русскоязычном интернете так чуть-чуть одну статейку на хабре нашел где это описывалось а в на самом истериске у них есть набор для тестов идеологии инструменты я примерно взял оттуда ну существенно простил чтобы это проще был старт хотя может быть если буду развивать то у меня опять-таки дорасту что надо было тот тест и те тесты использовать но даже сами разработчики астериска говорят что их тестовый набор нацелен на то чтобы тестировать функции астериска и он будет точно работать дольше потому что не каждый раз копируют астериски запускают их туда подгружая тестами и узкая тестируют одну какую-то фичу но здесь я тоже в примерах просто указал но в реальности можно дел паны делать пошире там обращаться сделал плана к внешним системам проверяйте состояние внешней системы получать ответы уже на основе вполне понятной простой логике делать вы прошел то есть не прошел тест можно сделать отчет сложнее ну что именно не прошло в зависимости от того чего чего нам не удалось добиться но не прям самому понравилось как я это сделал когда тесты лежат по папочкам каждый имеет свой стартовый скрипт и можно и как скопом проверить так и создать файлик который по очереди будет заполосать нужный набор скриптов либо по одному спасибо я быстро спасибо у нас вопросы будут или тоже я готов до вопросы здрасьте вот у меня тоже скоро надо будет делать такой же подобные подобную штуку поэтому меня список вопросов оглашаю почему вы использовали в качестве клиентов астериск они 50 что-то он не умеет то что умеет делать астериск ну да в режиме реального времени за стериска можно вызвать внешний скрипт получить потом гораздо мне читаемые чем мы набор команды для пиджи сипи ведь мне дел план мастериска более читаем наглядный перемены туда можно поставить который менять для пиджи сипи и тоже много что можно но это надо обвязку на питоне программировать ну для меня питом на данный момент порог астериск не проще так перевод звонка через рейсер я так поймаю петербург аппаратный как на на телефоне на ну как будто на телефоне нажал это умеет пиджи и да я там уже умеет ли он делать перед рисацию как на клиентах то есть 302 может ну да 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 он тоже умеет и я в крайнем случае даже если это не умеет и злой а как-то и злой давалку подставляешь он там ее повторяет спасибо все что вспомнил пока семинар можно как средство мастериска так можно и записать файлики и потом скрипте проверить а потом использовать какой-нибудь распознаватель и прочитать текст выложить какой там пришел то есть можно навернуть и это вполне вписывает конца в концепцию так у меня еще два вопроса просто очень быстро blue box sip tester пробовали использовать это обертка над сип и пиджи сип на которой можно писать тесты прямо и в виде ямбл файлов это я смотрел но там во первых вот так вот много всего наворочено мне проще было для своих систем сделать это это первое во вторых ты все которые вот на самом сайте стериской и на ю тубе их доклад смотрел они прям на вопрос отвечали что это для тестирования того как работает астериск то есть они наставят две копии астериска друг друга тестируют и конкретные фичи чтобы тестировать внешнюю систему опять-таки нужно будет прописывать диал планы то есть это дополнительная дополнительная работа которая для которой тот на тестовый набор для этого с не сильно предназначен и последнее интегрировали свою систему с какой-нибудь continuous delivery continuous integration система нет нет это как получилось я вот думаю мне надо разработать тестовую систему я хочу тестирование но у меня никак под это нет я вот сергею говорю доклад хочешь хочу вот я буду разрабатывать спасибо большое добрый день вопроса пробовали делать нагрузочные тесты то есть между не нагрузочные тесты много в интернете документации есть и здесь доклад был как когда-то он про нагрузочные тестирования поэтому не стал процессе ну да делается cp нагрузочное тестирование ну то есть уже много где написано берешь читаешь делаешь а про это по русскому по русски нигде по английски есть но скромно если между двумя своими астерисками ставить железку там коробку какую-то и ее тестировать зачем мы смысле это уже нужно провести тестирование если это надо нагрузочное его надо проводить но это решению уже есть и доступны много где можно при него прочитать поэтому смысл повторяться на конференции такой вопрос а перед тестированием каким-то образом вашего делаете вот отладку делал плана дело в том что такая тестирование этого отладки делал плана как бы вас три ски нету просто вот могу не быстренько поделиться как как например могу это делать я и как это иногда делаю принципе сделать обладку делал план достаточно просто то есть вы берете все функции делал плана по крайней мере который делал план у вас есть там answar hang-up там еще что-нибудь там проигрывание файлы все делаете похожие макросы называете их примерно так же потом скриптом меняете в делал плане макросы в макросы делаете все просто вызываете например корру все переменные делал планы передаете все что этим переменам передается и кидаете куда-то на веб-сервер даже можете кстати кинуть файл который проигрывается через происходит у вас запускается делал плана реально там практически ничего не выполняется могут какие-то функции не выполняться но по крайней мере все переменные канала вы можете на самом деле идеала делать вы можете перейти перед делами вздергивать все переменные каналы все что передается и кидать куда-то на веб-сервер ну как бы карл самая быстрая штука которая позволяет сделал планах что-то куда-то передать во внешнюю среду дальше у вас на веб-сервере сохраняется лог все что на него пролетела и увидите как чего выполнялась со всеми переменными диал планы все что вы туда передали на самом деле вот можно имею такую среду отладки в общем-то все уже видеть как в любой там это я среде которая позволяет ставить точки останова позволяет видеть все переменные в общем если это сделать то можно ничего не тестировать но с одной стороны да с другой стороны это тестовая система позволяет вам любую отрезку взять не допустим лжишку которая сиповая ты подключился не протестировал как в лжи вы делал план будете примерно например применение касты риску дали не нога стилиска взяли free pbx подключились он то там же free pbx и выгрызли с помощью приложухи в цсв фалик здесь генерировали тесты у вас допустим уже есть набор тестов запустили проверили free pbx и вы тоже меняете не ну просто смысл в том что вы тестируете понимать что положение что приложение работы на средства нету ну как нету как глазами глазами вы сетом позируете делаете маленькие процедурки а там уже глазами много что видно вот так лапка глазами не на дачу так меня такой вопрос возник мы смотрели ваш пример тестирование и вы тестировали такое но достаточно простую функцию вот а сам тест занимал там в разы больше мы все знаем что делал планы обычно очень объемные что будет при тестировании большого диапол плана то есть тестируя будет мальше став будет много тенс тестов но тестирование выявляет ошибки в диал плане а как мы избежим ошибок в тестах оплаты не но это всегда такая любой программный код содержит ошибки их надо чинить но тесты ты один раз написал добился выполнения результата он проверяет все хорошо выяснил что не работает ну как интервью подход рано или поздно ты тесты может найти ошибку в тесте не поправил один раз а у тебя этот набор файликов он лежит есть не просит у тебя уже система работает хотя набор файликов лежит ты решил в системе какую-то функцию добавить что-то новое заработало то что запустил посмотрел старое не поломалась ну все значит новая функция заработала понятно что тесты на какой где-то могут усложнить работу системы тестирования занимает походу может занимать приличное место но когда тесты пишешь маленькие немного они вполне в один экран влазит можно там проверку допустим хэнгап на другой экран поместить ну кусочками это во первых во вторых тесты это я сейчас надел плане написал да можно написать на луу а луа тоже тестом хорошо и вариантов там много хорошо понял спасибо что будет с тестовым сервером если у вас на целевом сервере зациклиться делал план но он там по тайм-ауту выскочит или пройдет смотрим ну да там в первом плече был тайм-аут 30 секунд на выполнение ну не прошел так не прошел лог надежно желал не не дел плана больше чем 30 секунд нужно это время больше в тесте ставишь и все и целевые показатели должны зациклиться все равно этот тест он как вручную запускается ну почему вручную не можно сделать систему мониторинга он будет запускаться до либо это всего лишь скрипт который запускается его можно в любую систему интеграции еще что запустить скрипт башевский какая проблема вы на любом этапе то есть я не рассказывал про комплекс тестирования да я рассказывал про кусочек тестирования от с почему конфигурации от с потому что там зависит и от сипа можно в этом же диал плане запрашивать внешние системы и тест получится комплексный какой-то один текст какой-то одной функции набор тестов он те протестирует все те проблемные участки которые покрыты тестами у меня вопрос продолжения мониторинга сами-то использовать мониторинг вот по этим тестам по этим тестам еще нет нет но мы буду потому что сразу вопрос то есть к примеру мы тестируем возможность прохождения звонка и в р и так далее то есть наш оконечный итог чтобы зазвонил телефон секретаря то есть тогда мы считаем что и в этом работы если мы состоянием на постоянку на мониторинг то у нас получается там каждый пять минут будет звонить телефон секретаря но почему во первых мониторинг каждые пять минут проверять это как-то не совсем понятно сейчас понятно что это ограничение может быть есть опять таки зависит от конкретной инсталляции можно этот тест запускать значное время суток мониторинг ну то есть для для некоторых вполне рабочая ситуация во вторых если нужно мониторить секретаря то прям такая что нужно вот а в яркую 1 час или еще что-то мониторить ну здесь уже внешними тестами все не промониторишь надо какую-нибудь штучку ставить в диал план уже работающие атс ки которая сигнализируется хоть курлом хоть еще что-то и отчитывается что вызов входящий прошел снаружи прошло вверх и секретаря зазвонил телефон но здесь уже именно такими тестами не покроешь нужно еще лезть в сам код у меня идея моя максимально чтобы было без залазили в основной основную тест какой и как черный ящик воспринимаешь но опять-таки если и задача мониторить звонок у секретаря ну тогда принимайте решение либо ночью проводить тесты если нужно днем ну тогда уже изменяйте конфигурация самой ответственно которая бы сама отчитывающийся было ну что ж похоже это был последний вопрос дать и поаплодируем